Маршрут Одесский муровокзал, научно-исследовательская станция, академик Вернадский Антарктида. 5 октября произошло событие важное как для украинского судоходства отечественного, так и для нашей науки. В Одессе пришвартовался украинский, уже украинский ледокол. Наше государство купило этот корабль, мощный, могущественный у Великобритании. Пока он называется Джеймс Кларк Росс. 30 лет он был на службе Ее Величества, и еще 20 лет у него минимум рабочий трудовой стаж, он может работать на благо украинской науки. Длина ледокола 100 метров, ширина 18 метров, но главное его богатство, разумеется, не только параметры. 8 палуб, 8 лабораторий, порядка 80 человек здесь могут работать, как члены экипажа, так и сами ученые. О возможностях ледокола мы узнавали у руководителя Национального антарктического научного центра, нашего выдающегося ученого Евгения Дикова. Ему слово. Мы сейчас видим инструмент, который открывает для украинской науки после перерыва в 20 лет возможность исследовать практически любую точку святого океана. Это, фактически, невеликий плавучий морский институт. Он имеет специальное пристояние для того, чтобы выбирать изразки с глубин до 8 километров. Это делает нам доступным практически 90% площадь святого океана. Ну, вот, Марьянскую западину взяти не сможем, но практически все інше без проблем. И он берет на борт, кроме экипажа, до 50 науковцев. То есть, это, до речи, двое больше, чем, например, вмещает наша антарктическая станция «Академик Вернадский». Для станции «Академик Вернадский» также полностью настаёт новое життя. Ранее, буквально до сейчас, мы полностью залежали от фракта иноземных суден. И нужно было ловить этот фракт на короткий период, три месяца, когда там свободно от криги. Теперь у нас, по-перше, властное судно, по-друге, с циноречным доступом до станции, потому что оно кригало. От кригу до одного метра оно дала в штатном режиме, а за потреби в крайних ситуациях до трех-четырех метров. Джеймс Кларк рос в отличном состоянии. Здесь он пройдет тихосмотр в Одессе. И самое позднее, в начале 2022 года, отбудет Антарктиду на станцию «Академик Вернадский». Отличная лаборатория, как нам уже сказал, такая ходячая, плавучая лаборатория, как нам уже сказал Евгений Дикий. Ожидается, что в конце октября боевое крещение Джеймс Кларк рос, ну и смену, наверное, названия, проведет вместе с руководством страны. Сам Владимир Зеленский планируется на этом мероприятии. Перед ледоколом стоят, между тем, важные задачи. Это все-таки мини-научный исследовательский институт. О вызовах, которые предстоит преодолеть, решить, расскажет Евгений Дикий. Перед арктичною, антарктичною и взагалі полярно-морской наукою стоять наступные задачи, если так очень стисло. В первую очередь, изменение климата. Змение климата, в частности, даже здесь, в Одессе, на Мур-Вокзале, климат значительно формуется именно в Арктии и Антарктии. Это часть этого великого так называемого климатического конвейера, который объединяет течи всего Атлантического океана и визначает таким образом климат по обеих боках Атлантики, и в Америции, и в Европе. И мы теперь сможем брать активную участие в дослежении и прогнозировании этих процессов, что на разу, на жаль, очень актуально, потому что климат пока что меняется быстрее, чем мы встигаем это прогнозировать. Далее, конечно же, ресурсные дослежения. Далее, на разу, Святой океан – это, скажем, зона инвестиций, это самая зона роста глобальной экономики, потому что на Суходоле уже все, фактически, разведено, разделено и даже майже там вироблено. Космос откроется трошки позже. То есть, да, космос станет джерелом ресурсов, но это через поколение. А на разу, фактически, найпотужнейший, найбільш амбицийным инвестиционным проектом они идут в Святой океан, в его ресурсы, а это потребует саме наукового супроводу развития этих ресурсов. Это идется и про геологические дослежения, и про биоресурсные дослежения. Разумеется, мы не могли не воспользоваться случаем, мы не поинтересоваться у ученого Евгения Дикого о возможностях самой Украины конструировать такие ледоколы. Есть ли вообще нужда, если, допустим, есть на вооружении такой один, необходимо ли строить новые? Действительно, раньше такие возможности были. Сейчас по объективным причинам, не совсем, может быть, уважительным, такой потенциал растерян, но вызовы времени, они диктуют новые правила, в том числе и строительство таких кораблей, такого мощного флота. Так что есть смысл государству, ответственным людям, обратить внимание и на эту проблему, на проблему возведения, конструирования техники, такого уровня, перед которой стоят тоже серьезные задачи. Будемо відвертимы, такие возможности своего времени были, на данный момент, они, на жаль, втрачены. То есть на сегодня я готов, хоть это сумно, но я готов и ответственно сказать, что на сегодня жоден из украинских суднобудовательных заводов не здатен так и побудовать. Но, даже если бы были эти возможности, что угробили десь в 90-е, начале 2000-х, то побудова нового судна такого класса, это, по-перше, 5-6 лет, и, по-друге, это десь 100-120 миллионов долларов минимально. А тут мы придбали сразу и всего за 5 миллионов долларов. Таким образом, мы сейчас закрываем, аж на следующих 20 лет мы получили инструмент. Но, если сейчас начнется подъем украинского суднобудования, а надея на это есть в связи с большими военно-замовленными, то я надеюсь, что уже на замену ему, через 20 лет, будет спущен на воду уже самый украинский кригулан. Плюс-минус через неделю, когда британцы, которые, как мы знаем, сопровождали Джеймс Кларк Росс в его швартовке к Одесскому порту, к Одесскому муровокзалу, на ледокол будут разрешены даже телевизионные, ну, пока что телевизионные экскурсии, потому что действительно есть что показать, есть что рассказать. Как нам сообщил Евгений Дикий, скрывать практически на этом монументальном судне нечего. Мы обязательно воспользуемся возможностью и покажем всю внутреннюю оболочку ледокола. Виталий Хемий, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».